приветствую друзья на библейском портале экзегет ответы на ваши вопросы какие есть правила поведения которых все знают но не знают те которые пришли в храм впервые дай бог чтобы нас больше было тех кто впервые но уже приходят в храм понятно что некоторых останавливает как раз опасение выглядеть смешным сделать что-то ошибочное стать предметом возмущения или чему-нибудь огорчение раздражение хорошо когда есть кто-то из родственников или подруга которые как-то взяв за руку дружненько с тобой вместе и войдет в храм и побудете на службе и подскажет она тебе где разуваться где не разуваться где ставить свечку где нет какому батюшки подходить какому не подходить что дергают за облачение священника когда он стоит посреди храма там совершая какое-нибудь полиэлейное торжество за всеночным бдением не для того чтобы в это время к нему как раз обращались с вопросами он несколько другими задачами богослужебными в этот момент занят итак какие существуют общие правила которые можно знать и не робеть помни что мы входим храм своему небесному отцу к любящему нас спасителю нашему и создателю поэтому мы в любом случае желанные его дети они пасынки все богу говорит святитель феофан родные дети нет у него пасынков поэтому наше вхождение в храм это великая радость для господа это держите в основании своего чувства прихождение в храм дальше конечно очень важно не критикански и культурологически входить в храм а входить в него как блудный сын возвращается к своему небесному отцу расположением с чувством покаяния прости меня господи боже милости буди мне грешному именно с этими словами мы при входе в храм трижды осеняем себя крестным знаменем войдя в храм тоже бывает перекрестимся когда уже перед нашими очами открылись иконы иконостасы или каких-то акиотов вынесенных поближе ко входу так общий небольшой поклончик после крестного знамени хорошо совершить и уже когда вы оказались внутри храма благоразумно поступают некоторые настоятели когда есть возможность конечно размещают лавочки иконы свечные не в том же храме где идет богослужение не в том же помещении а где-то рядом вот в нашем монастыре есть такая возможность понимаю что не во всех храмах такая возможность существует нету какие-то возможности какого-то магазинчика при церковного на улице отдельно стоящего или в самом расположении храма не уделишь место за стеной чтобы какие-то разговоры пожертвования мелочь книжка иконка свечечка записочка чтобы вся эта часть не мешала бы ходу богослужения той молитве которая по преимуществу должна совершаться в храме хорошо если это отдельно тогда вы посетив уже эту лавочку написав записочки прямо там или потрудившись накануне дома на небольших листочках написав о здравии на одном из них об упокоении или более точно даже написать не о здравии мы не то чтобы молимся только о телесном здоровье а разница этих записочек о живых и о усопших поэтому собственно древняя практика писать именно так о живых и о усопших и ну как правило в возглавии этого листочка ставим крестик либо четырехконечный либо шестиконечный с нижней перекладинкой либо восьмиконечный с верхней еще перекладиной небольшой но никакого принципиальной разницы здесь нету будет у вас крестик простой или шестиконечный восьмиконечный и дальше пишите в родительном падеже имена не иоанн татьяна наталья кого и о здравии кого мы молимся иоанна наталья и татьяна виктора если кто больной болящий если кто воин воин ну это удобно либо заблаговременно сделать и принести уже фрам подать за этот ящик в лавку свои записочки для их поминания в алтаре или какие другие формы поминания существуют об этом вам расскажут за самой лавкой есть разные установления в разных храмах по этому поводу но в любом случае это еще действия предваряющие ваше участие в богослужении ваш непосредственно вход в храм как дом молитвы и и хорошо это сделать заранее и когда вы уже входите в храм обзавелись несколькими свечками большое количество брать их нет смысла за каждого своего знакомого по свечке ставить нет необходимости ну свеча это символ вашей молитвы свеча это образ вашей жертвы на храм потому что вы оставляете какие-то монетки на берете вот эту небольшую и по себестоимости недорогую свечу она зажженная вами от свечечки уже стоящий на подсвечнике символизирует вашу собственную молитву своим светом и теплом восходящими к небу кстати сказать свеча зажигается от свечи там уже стоящий на подсвечнике они от лампадки не принято зажигать от лампады чтобы воск при зажигании свеча некоторыми неопытными это процесс зажигания длится довольно мучительно и продолжительное за это время капли воска или стеарина уже заливают саму лампаду и мутят масло в которой капают так что принято все таки свечку зажечь от уже зажженной стоящей на подсвечнике соседней свечи и не привлекая лишнего внимания к этому процессу своего поста в своей постановке свечей для того чтобы она лучше стояла в гнездышке несколько секунд подержать нижнюю часть свечи как раз над зажженной свечой соседней удобно и тогда она легко станет и вертикально останется стоять так как даже если гнездышко несколько шире самой свечи вот с помощью такого нехитрого термического действия чуть-чуть смягчивший нижнюю часть свечи она удобно будет останется вертикальном положении ну и займете место в храме чтобы не мешать другим в некоторых храмах и монастырях принято чтобы мужчины молились с правой стороны перед иконой спасителя справа и слева от царских врат располагаются иконы спасителя божией матери если лицом находиться к алтарю справа иконы спасителя слева богородица и вот в некоторых монастырях и храмах есть такой порядок что мужчины молятся с правой стороны женщины с левой но это не является каким-то каноническим и категорическим требованием поэтому во многих храмах и нет такого разделения уж где кому удобно там и встал ну если уж на где-то на стороне мужской окажется и женщина уж по своему неведению никто думаю не вправе на нее набрасываться ты куда встал это куда прешь это дело конечно какое-то величайшее безрассудство со стороны таких ревнителей благочестия никому присутствие все-таки на стороне храма одного и того же они присутствие в чужой бане чтобы встречать подобное вторжение какими-то вас возмущенными воплями но если вы огляделись и увидели что примерно такой порядок сохраняется то хорошо его и поддержать своим собственным пребыванием на стороне в соответствии с тем полом молясь спокойно и не отвлекаясь как нам это бывает свойственно все-таки особенным образом на лиц противоположного пола но вставать на колени когда вдруг ваша душа почувствовал особое умиление все-таки принято тогда когда к тому располагает определенный момент богослужения конечно когда в храме почти пусто когда вы молитесь в одиночестве или со всей немногочисленностью своих самолитвенников то можно видимо себе позволить и хоть всю службу простоять на коленочках где-нибудь в уголочке но когда общественное богослужение многолюдное то все-таки уместно определенные события богослужения встречать таким коленопреклонением такие как вынос чаши со страхом божиим и веру и приступите немало этих моментов по великопостным богослужением особенно божественной службы прежде освященных даров сопровождаются регулярным звоном колокольчика но он как раз указывает на то что это время опуститься на колени а второй колокольчик что это время окончено и мы вновь восстаем с колен и продолжаем молитву или земные поклоны но уже в таком стоячем положении за полными литургиями обычно этого колокольчика нет но тем не менее некоторые встают на колени благоговейно во время евхаристического канона на то есть когда хор поет достойно и правильно есть поклоняйтесь отцу и сыну и святому духу в это время священник читает такие главные евхаристические молитвы совершается приложение хлеба и вина в тело и кровь господню и миряне понимающие что происходит в алтаре в эти минуты тоже молится коленопреклоненно это является тоже не повсеместно и но в некоторых храмах такой устойчивой традиции какие еще из особенностей молитвы в храме взрослые женщины покрывают главу это правило благочестия укоренившиеся в православии еще со времен апостола павла тогда он указывает что замужней женщине полагается в знак власти над ней мужа иметь главу покрытой во время молитвы таким образом слова апостола павла не распространяются на малышей на девиц но из соображений скромности благочестия в русской православной церкви и девицы уже либо ограничивается какой-нибудь ленточкой диадемой на убранных в косичку в волосах либо какие-то уже платочки шарфики все-таки вполне приличные для такого богослужебного времени мужчинам свойственно при входе в храм снимать головной убор эту укорененные традиции но если вы видите кого-то в скуфье или в клобуке или в камелавке то это либо монах либо священнослужитель те кто уже дали обеты монашества то есть принадлежности к церкви по всей своей жизни имеют такой шлем спасения образ своей непрестанной молитвы это клобук или камелавка с наметкой как это в южных средиземноморском бассейне в странах принято ну а у священников бывает камелавка как наградной головной убор особенным конечно чином покрывают главу архиереи это клобук для епископа черный клобук с крестиком таким из нарядных камушков у архиепископа и белый клобук а также с крестиком это признак митрополита особый головной убор у святейшего патриарха именуется куколем это образ предстоятеля это образ детской незлобивости христианина который достался нам от древних времен христианства и он украшает венчает собой только патриаршую главу а все остальные мужчины все-таки свои кепки шляпы шапки ушанки вязаные шапочки все снимают при входе в храм наверное важный вопрос как исповедоваться можно спросить в лавке когда батюшка исповедует и вам будет сказано время когда священник по преимуществу уделяет время прихожанам но при этом войдя в храм вы можете увидеть во время богослужения во многих храмах аналой на котором лежит крест и евангелие и рядом стоящий батюшка которым подходят люди иногда их немного иногда это целые сонмы атакующих священника богомольцев кающихся в грехах своих но я вам советовал если вы впервые хотите основательно поисповедоваться не выстаивать очередь до последнего прихожанина потому что может быть вам так и не достанется вовсе словом молвить а подойти без ложной скромности напрямую к священнику воспользовавшись перерывчиком между очередными исповедующимися и сказать что вот вы впервые желали бы поисповедоваться и просите назначить какое-то время когда это будет удобно сделать потому что иногда во время больших праздников священнику затруднительно уделить много времени как это бывает необходимо для впервые исповедующегося поэтому хорошо если подойдя вы так кратенько и договоритесь со священником он скажет то ли подождать после службы то ли назначит вам какое-то время вечернего богослужения и будет вам удобно свою первую основательную исповедь совершить с помощью этого пастыря ну увидеть если вы оказались вдруг за божественной литургией и все вдруг смиренно сложили ручки правую поверх левой на груди и двинулись к чаше это вовсе не означает что вам надо вместе со всеми также пристроиться в хвост очереди получить то что дают преподает священник самого христа но причащаемся мы только приуготовленными к этому таинству а приуготовление состоит в христианском образе жизни и исповеди к тому же принято для взрослых и здоровых людей причащаться натощак поэтому не надо причащаться вместе со всеми если вы еще не исповедовались если еще не получили от священника на это благословение если каким-то определенным образом еще не подготовились к этому таинству дай бог чтобы произошло у вас знакомство с батюшкой при таинстве исповеди и он конечно же подскажет вам что еще необходимо учесть для того чтобы не в осуждение но в спасение приобщиться святых христовых тайн но когда уже в завершении службы божественной литургии которая как правило служится с утра все подходят целовать крест и прикладываться к руке благословляющей с этим крестом вместе к руке священника то мы имеем право вместе со всеми как раз поучаствовать в этом прикладывании к кресту целуя перекрестившись подходя к кресту целуя сначала крест потом руку священника некоторые священники вместо своей руки представляют поручь которая является частью облачения богослужебного вот мы либо к ней либо к руке священника после лобезания креста прикладываемся таким образом почитая чин священнический и принимая божье благословение для своей христианской жизни выходя из храма мы можем получить просфорочку в разных храмах разные порядки право ее получения но если вы подали записочку видимо добровольно внесли какое-то пожертвование то нет препятствия вам и воспользоваться просфорочкой это богослужебный хлебец из которого была вынута частица с поминовением живых или усопших православных христиан которых мы как раз подавали в записочках эти частицы в конце литургии были погружаемы священником в кровь христова с молитвой об очищении грехов здесь поминаемых а вы можете оставшегося от изымания частичек просфорку сами с благоговением как правило натощак употребить так в укреплении своих душевных и телесных сил и выходя из храма также мы находясь еще внутри храма пред иконами трижды осеняем себя крестным знаменем кстати сказать в будние дни великого поста при входе и выходе мы не поясные поклоны совершаем а земные помню о том что в алтаре на престоле в будние дни великого поста пребывает сам христос своими прежде освященными причистым телом и кровью прежде освященным агнцем богослужение за которым совершается причащение этого прежде освященного агнца называется прежде освященной божественной службой и она бывает в среду и пятницу великого поста ну и кроме этого еще в особые дни великого поста и кроме этих дней ну так вот пребывание этого агнца на престоле приуготовляемого к причащению верных в будние дни мы с вами отмечаем трехкратными земными поклонами при входе и выходе из храма в будние дни великого поста ну а выйдя из храма может вызвать ваше недоумение какие-то просители милостыни среди них бывают лица вызывающие доверие не вызывающие доверие как тут быть на все случаи не решишь потому что иоанн затаус советует если человек подъедет к тебе и на коне по нашему сейчас на бмв и попросит милостыню подай ему не входя в исследование но те же святые отцы и не велят нам быть участниками чужой страстей их погибели поэтому когда мы явно видим человека от своей горькой алкогольной зависимости впадшего во вся тяжкая и на то самое продолжение побирающегося не относится к делам благочестия принять участие в его погибели своими финансами добровольно ему на это дело отдаваемыми поэтому благоразумно поступают некоторые священники которые милостыню просителям организовывают от храма подкармливые нуждающихся выделяем необходимое а пожертвование как раз человек может прихожанин опустить в ту кружку в которой специально совершается сбор для нуждающихся которые просят возле храма милости мне это удобно потому что уж батюшки на помощники ориентируются в том кто действительно нуждается и кого нужно подкармливать и чем другим снабжать а то так в качестве какой-то профессии попрошайки или на порочное употребление использует добродушие прихожа внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео у него он 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 о он он он